Центральный пляж Академгородка перейдет в собственность мэрии Новосибирска. Огромная территория, которую нужно убирать, обустраивать, оборудовать точки развлечений и общепита, сменит собственника, а значит и ответственного за чистоту и безопасность. Сергей Толмачев попытался разобраться в том, кто должен обеспечивать все это для отдыхающих. Сегодня центральный пляж пуст по понятным причинам. Дождь, ветер, шторм, всего 17 градусов. Даже вареную кукурузу не купить. И только отчаянные смельчаки выходят в море под парусом. При этом купаться нельзя. В начале лета возникли проблемы с документацией, которые до сих пор не разрешили. Но поставить полицейский кордон на берегу невозможно. Владельцы пляжа ограничиваются баннером с предупреждением. Можно загорать, покупать шашлыки, отдыхать в беседках. У арендаторов есть немало интересных проектов. Например, кинотеатр про открытым небом. Нет только административного ресурса. С какими-то другими проектами, которые мы хотим реализовать, но у нас нет на это средств. У нас еще дорожная ситуация, немного сложная. Потому что, когда выходные, поток машин очень огромный. Пробка и немного... То есть нужна помощь в этом, а мы сделать ничего не можем, потому что это не наша дорога. Она принадлежит городу. К сожалению, мы ее не можем ни отремонтировать, ничего не сделать. Потому что юридически мы к ней отношений никакого не имеем. Эта ситуация может измениться, если территория перейдет в муниципальную собственность, из федеральной. Тогда городские чиновники будут обязаны помогать, обеспечивая безопасность и убирать мусор. А вывоз одной такой емкости стоит 5000 рублей. Наполняется за день. Арендаторы готовы платить деньги в городской бюджет. Может быть и о других условиях договорятся. Стоимость аренды пляжа тайно коммерческая. Естественно, нам ее не раскрыли. Зато рассказали, что платить приходится не только летом, но и круглый год. Примерно так же, как каждый из нас платит за отопление. Сейчас пляж – это зона свободных товарно-денежных отношений. Трудно заставить платить налоги тех, кто катает отдыхающих по морю на ватрушках или разносит холодные напитки. Сможет ли мэрия навести порядок – пока вопрос. Но в любом случае, будет с кого спросить. Сергей Толмачев, Александр Ведерников. Новости ОТС.